Всем привет! С вами снова я, Верикс, и сейчас мы будем проходить с вами такую замечательную игру, как Silent Hill Dava. Давайте тогда на самом лёгком поиграем. В эту игру я не играл очень давно, но и, собственно, давайте я расскажу про игру. Эта игра чем-то похожа на Ellen in the Dark, где за каждым углом вы схватите на шопы приключений или ещё что-нибудь. Тут практически то же самое, но уже с такими очень хорошими звуками от Digital Sounds. Собственно, давайте мы начнём проходить её. Так, мы находимся в туалете, нам надо выйти на улицу. Да, сюжет игры в том, что его жена умерла три года назад. И по какой-то неожиданной причине к нему пришло письмо, что она ждёт его в Тихом Холме. И это запасный муж Джеймс. И, собственно, этот муж Джеймс пойдёт на поиски, чтобы увидеть свою дорогую жену. Жену. Давайте. Ну, надо взять из машины карту, которая поможет вам проходить игру. И давайте. Дальше вы не можете никуда... Точнее, дальше, куда вы пойдёте, тут будет везде сюда крылья. И так вам придётся спуститься вниз по лестничке. Такую вот каменную ступеньку. Ну, и давайте, собственно, так. Сейчас настройках я пропишу, чтобы на таб я смог разворачиваться. Так, нам надо настройки управления. И нам надо... Так, 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 осмотр К. Осмотр, не знаю, есть ли осмотр К. Чё за К тогда? Так, идём. Осмотр К. Вот, опять, залип звук. Ну, тут будет в этой игре часто такое, потому что... Ну, там какие-то то ли ошибки, то ли ещё что-то не могу понять. Элементарь, аж осмотр. Что-то меня этот осмотр настораживает. Давайте, тогда, таб поставим. Вот. А, вот, собственно, осмотр. Ну, вот, собственно, я поставил вон на таб. Давайте побежим тогда, собственно. Итак, сейчас будут скоро нас ждать приключения, как я вам говорил, как Ваун Инзида. Так, и, собственно, нам придётся бежать сейчас по лесу. По дороге вы должны встретиться колодец, где вы сможете сохраниться. Да, я как лох прохожу на лёгком уровне, где уровень загадки тоже лёгкий. Уровень загадок тоже лёгкий. Ну, потому что, хочу сказать, если вы поставите его, начинаются такие вот прекрасные звуки. Ну, потому что, ещё раз говорю, вы, если поставите на сложный, просто вам будет... Очень неприятно играть в эту игру, так как монстры, которые будут присутствовать в этой игре, они будут в 5 раз сильнее. И, собственно, их выносливость и скорость тоже увеличатся. Теперь, который... Ага, тут ходит монстр, который прыскает ядом. Он будет ходить в 5 раз быстрее. А пирамид головы, собственно, будет бегать за вами уже. Интрига. Да, но это так. Давайте, собственно, мы пришли на кладбище. Сейчас мы встретим такую девушку, которая нам будет попадаться всю игру, которая, не могу понять, то ли будет мешать нам, то ли ещё что-нибудь. Давайте, собственно, придём к ней. Продолжение следует... Excuse me, I... О, I... I'm sorry. I... I... It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I didn't know what to do. I didn't know what to do. Lost? Вы забудились. Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think he'd better stay away. This... Uh... This town... There's something wrong with it. It's hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. It can be. And it's not just the fog either. Okay, I got it. I'll be careful. What? I'm not lying. Well, собственно, мы познакомились с такой очаровательной девушкой, которая будет не одна в этом городе. Тут будут всего четыре девушки, считая его жену. Ну, это, собственно, попозже. Тут будет вот эта девушка. Не, блин, забыл, как везут. Будет, собственно, Мария. Будет... Ээээ... Маленькая девушка. И... Точнее, не девушка, а маленькая девушка, за которую вы будете гоняться в свою игру. Которая будет вам мешать... Весь путь. Окей. Собственно, если... Хочу сказать по поводу игры. Если вы скачаете определенный... Там... Silent Hill. Ну, некоторые, конечно, есть такие Silent Hill. Хочу сказать, в конце. Сэм, если вы подойдете к пианину, у вас тупо зависнет рука, и вы больше ничего не сможете сделать. Вот такие вот рыбаки делают некоторые люди. Ну, вот, собственно, мы нашли бензопилу, которая пригодится нам... По-сейчас. Окей. Давайте, собственно, мы идем в тот город Саренхилу с бензопилой. Мы такие герои, там, и еще что-нибудь, я не знаю. Собственно, сейчас мы будем бродить с вами по городу. Который... Так же, как и еще раз я вам говорил... Даст нам на жопу таких вот хороших приключений. Такие. У меня дома темно. Потому что уже 9 часов, и я немного очку играть в эту игру. Давайте, собственно, начнем. Так. Вот мы приходим уже к городу. Сейчас нам надо выйти на улицу. Где мы будем езжать по дороге и выйдем к Саренхилу? Вы слышите, как залив звук. Это будет очень часто, я вам хочу сказать. Потому что даже если вы скачаете лучшую сборку в Саренхил 2, у вас у всех сборок то же самое, хочу сказать. Это в самой игре ошибки какие-то, которые не учли авторы. Или, может, даже звуковой редактор, такая ешка-большиха и так далее. Окей. Давайте приступим. Слышим такой вот замечательный звук. И, собственно, игру делает страшнее такой вот туман. И звуки тоже, хочу сказать, да, тоже такие страшные. Ну, собственно, давайте начнем. Начнем, начнем, начнем. И еще же начнем с того, что мы идем в такой город, как Саренхил. Окей. Бродя по городу, вы сможете найти какие-либо боеприпасы, там, или еще что-то нужное, которое вам очень даже сильно пригодится. Давайте откроем карту. А, вот, собственно, цветочный. О, тут даже все на русском. Вот я скачал такую вот сборку, где все на русском. Хотя обычно написано на английском. Окей. Нам придется идти вот сюда, потому что тут будет лежать аптечка, которая вам пригодится в игре. Которая даже очень пригодится в игре. Так, куда мы побежим? Сейчас посмотрим. Окей. Сразу направо. Давайте тогда туда. И хочу сказать, где же все-таки будет лежать аптечка. Она будет лежать вот тут, вот на таком цветочном столике. Не знаю, как это называется, но на каком-нибудь в садовом столике. Давайте. Тут, думаю, ничего нового нет, потому что может, в принципе, что-то появится новое из-за того, что каждый рыбак несет свою очередную ответственность за какой-либо прок-файл, который отвечает за рандомные вещи. Вот мы увидели кровь, а это уже первое то, что настораживает нас на страх. Эти следы, это кровь. Вот наш первый монстр, который будет блювать стэк. Хочу сказать, они будут везде. Будут по всему городу. И как же без этих монстров не обойтись в этой игре? Это самый такой занудный монстр, который будет постоянно следовать за вами. Будет рандомно появляться в любом месте. Даже если вы убьете, то если вы зайдете в какое-либо помещение и выйдете оттуда, оно опять так же появится. Все-таки же это рандомное исчисление. И, собственно, мы подорвали сейчас с вами лечебный напиток. Хочу сказать, тут будет сохранение. Сохраняться обязательно, потому что если вы сделаете какой-либо косяк, Ну, это, собственно, в Силенхилл 2 не должно встретиться, а в других Силенхиллах будет. Если вы встретите какой-то косяк, вы не сможете пройти, либо, как это назвать, уровнем, или каким-либо эпилогом, там, не знаю как. Окей, давайте сохранимся. Сохраняться можете, как я, просто переписывая любое сохранение. Или можете в новые столбцы, если вы хотите выложить свой сейф в интернет. Хочу сказать, когда я играл, я нашел такой замечательный баг, что когда к вам идет какой-либо монстр, он будет, естественно, находиться за вот этой вот решеткой. Но, собственно, когда вы будете подходить сюда, и, собственно, этот монстр будет подходить к этой решетке, вы будете отходить все дальше и дальше, все дальше и дальше. И монстр каким-то либо непонятным образом он сможет к вам проникнуть. Да, вот такой вот замечательный баг. Не хочу, конечно, его тестировать, но это было очень давно, когда я играл, если помню, в 2007-м году или в 2008-м, точно уж не помню, но, собственно, давайте. Продолжим проходить. Итак, мы направляемся к нашему первому монстру, которого мы видели. И что же, как в любых соленхилах, такие тупые персонажи, они начнут с ними общаться. Да, вы не поверите, но начнут общаться. Вот, собственно, мы слышим наше радио. И тут будет наш первый монстр. Сейчас вы его подробно разглядите. Он такой вот некрасивый монстр, который вкушит человеческую площадь. Вот, кстати, зависит опять звук. Это всегда попортит кавер. Окей. Приступим, берем бензопилу. И сбиваем ее. Окей. Вот мы видим этого беднягу, которая кушала вот это вот тупое существо, на котором стою я. Стою насраки. Окей, вы, если вам меньше 14 лет, вы сможете изменить кровь, сделать ее более приятной, сделав ее черной, зеленой, фиолетовой, который вы хотите. Вот, как вы видите, когда вы уходите в какой-либо ждущий режим, или куда-то вы ушли, вы можете увидеть, что может делать вас персонаж. Типа, ждет он вас там, ну, когда мой хозяин придет, и будем играть. Суственно, давайте, мы выйдем. Он достанет рай... радио. Радио. Это все broken? Ну, я так думаю, Джеймс, я приходи, буду тебя... Ты... Ты... Или знаешь... Джеймс. Порчет, я не могу. В любом случае лучше возьму, это может пригодиться. Итак, каждый раз он будет говорить над каким-либо предметом, потому что тут каждый предмет, который вы только... На который он только не посмотрит, он вам пригодится. А будет он смотреть как сейчас? Он будет смотреть или вот так вот там как-нибудь. Вот вы стоите на одном месте, чтобы понять... Ну, как понять, чтобы... Если лежит какой-либо предмет, он будет смотреть вот так вот примерно. Когда вы даже будете идти дальше, но он все равно будет смотреть вот так вот, за спину. Не упустите этот момент. Давайте будем бродить по городу Сайлент Хилл. Сейчас нам нужно найти такое место, где будет карта. И на карте все будет обозначено, все тайники и так далее. Все, что будет находиться в игре Сайлент Хилл. Ну, собственно, на данный момент. Сейчас мы пойдем сюда, и примерно за вот этим переулком мы услышим звук радио. Это будет говорить о том, что приближается какой-либо монстр к вам. Или, возможно, он бродит рядом с вами. Сейчас давайте походим. Вот мы слышим. И он, собственно, видит нас. Да, я хочу вас предупредить. Он слышит нас. И видит нас очень далеко. Причем. Давайте пойдем. Мы же все-таки не трусы. Не трусы. И чтобы пройти игру, нам придется постоянно бороться с какими-либо монстрами. Вот, собственно, это уебище, из-за меня же выражение, видит нас. Оно, как оно все-таки атакует. Оно атакует ядовитым или газом, или ядовитым каким-либо веществом. Ну, собственно, давайте пока не будем их мочить. Сбегаем сюда, назад. И мы увидим тут вот такой вот замечательный лечебный напиток. Хочу сказать, если это говно, то есть монстр, увидел вас, он будет преследовать вас. Если вы успешно оторвались, возможно, и не будет. Но тут дальше все в рандомном счисле. Вот он, видите, смотрит. Смотрит. Вот, вот, вы видите. Вот, также он будет смотреть на предмет, лежащий рядом с ним. Как бывает, собственно, и залежим. Вголков, пиндерили, и все нормально. Итак, хочу сказать. Вам придется, как Violent the Dark, подходить к любому предмету и нажимать на кнопку действия, чтобы узнать, что это. Вот, вы должны подходить к любому предмету. В Silent Hill это нужно, потому что, если вы это не будете делать, вы тупо не сможете пройти игру. Вот, мы подходим, сейчас посмотрим, что тут такое. Здесь что-то написано. К сожалению, я не могу прочистить все, потому что надпись местами стерта. Остатки болота изначально окружения, от монумента, был болотом, там, не знаю, о чём. Но, собственно, мы не сможем прочитать это. Он эти записи, естественно, сохраняет в вашем инвентаре. Да, ребята, инвентарь. Тут есть инвентарь, вы подумали, и подумаете вы. Собственно, чтобы быстро переключить какое-либо оружие, вы должны нажать E или Q, естественно, английское. Окей. И, собственно, перейдем к нашему инвентарю. В инвентаре будут, вот, записки, памятник болоту. И вы можете, если даже забыли, что вы там читали или уже ушли, можете, естественно, зайти в инвентарь и, собственно, с вами. Давайте, побегаем. Нам надо узнать весь этот город. Так, опять эти два урода ходят. Так. Побегаем. Вот, собственно, оно вот так вот и атакует, как вы видите. Кстати, хочу сказать, если вы наведете на это монстра... Блин, ну вот, мы пока ранили, не знаю, это легкий уровень, они могут сами умереть из кровотечения, да, говорю про кровотечение. Оно действительно тут есть. Ну и, собственно, хочу сказать, слышите такой звук неприятный, типа свиста. Это будет такой мини-жук, он тоже будет относиться к таким уродам. Вон, под машины, видите, дрыгается. Это тоже... Они, кстати, будут прятаться постоянно под машинах, если вы будете ходить на улицу. Ой, как она там в землю-то вошла головой. Вот, можете ударить один раз, если вы играете на легком уровне, и... Всё, писец. Вот, собственно, наш персонаж, у которого мы сейчас в данный момент возьмём ключ. Отворот гостиницы. Да, гостиница. Окей. Ну и, собственно, давайте... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Немного побегаем по городу, посмотрим, найдём какие-либо рандомные вещи, которые будут лежать в каком-либо месте. Вот вы слышите опять этот писк, это жук, вам придется его обязательно убить, даже если будут вот такие, вот они походу мы их не добили, вот если будут вот такие вот, около уродов будет, ой-ёй, назад. Да, ну ладно, сейчас посмотрим, да она в принципе намного хп не должна отнять, блин, на легком уровне меня эта фигня трогает, я офигел. Никогда не берите палку, в любом случае. Так, давайте собственно еще по вот этому берегу, посмотрим что тут будет нового у нас. Напитки и аптечки, я думаю вы знаете для чего нужны, для того, чтобы пополнить наш трог. Вот мы нашли опять рандомный предмет. Косой, блядь. Трахнул бы я её. Так, давайте побегаем. Ах, да. Собственно сюда мы зайдем в парк, тут должна где-то лежать аптечка. Ага, собственно. Всё-таки мне память не отказывает, что я играл 6 или 7 лет у неё назад. Так, вот не будем на неё смотреть. Так, где-то ещё ходит урода. Если вы сейчас зайдёте в какое-либо помещение, а я так чувствую, что она рядом с нами будет. Если вы зайдёте в помещение, а хочу сказать, вот собственно мы к нему и пришли. Вот она. Окей. Мы тут можем взять карту, которая, собственно, нам пригодится для прохождения данной игры. Окей. Окей. Натан Авеню. Окей. Питомник. Гостиница Лесная долина. Вот теперь мы будем знать, где будет находиться наша гостиница. О май гад. There was a hole here. It's gone now. Окей. Теперь прочитаем. С переводом. Здесь была дыра, теперь её нет. Что же вы поставили? Какая эта херня? Ну это же Хасан Хилл. Упс. Уже нет этого монстра. Всё. Ребята. Да, теперь будет вот такая херня каждый раз твориться. Сейчас мы находимся в Барнире. Собственно, мы нашли тут вот сохранение. Сейчас. И давайте сбегаем сюда. Хочу сказать, если я помню по памяти, то тут будет находиться фуркон, где также будет находиться сохранение. Давайте сбегаем туда. Может, там что-то опять наладут опачки. Так, ладно. Баджет туда. Опачки. Ещё. Аптечка. Смотри, сколько мы уже собрали за всю игру. По сути, мы должны собрать не более одной аптечки и не более четырёх напитков. Но напитков мы меньше встретили, так как нам попалась аптечка всё-таки ещё разговаривали про вот эту систему сейчас в мире. Открываем мальтарку и шуруем по прямой. Всё-таки я успел, и она не смогла меня полностью атаковать. Вот. Вот наш фургончик. Так. Давайте зайдём-ка в него. И тут будет лежать какая-то записочка. Я буду ждать в баре Ниля. Ну, собственно, тут у нас появилось всё наоборот. По сути, мы должны сначала зайти в этот фургон, потом в тот бар, и потом, собственно, мы должны найти ключ. Давайте сохранимся. Так, что хочу сказать про игру Silent Hill. Когда вы пройдёте игру, ну, примерно на 100% или 90%, у вас откроются типа чит-режимы. В чит-режиме будет то, что будет лежать камень, который будет находиться в туалете, с помощью чего вы сможете открыть все двери, которые будут в Silent Hill. Также будут лежать спреи, и один из спреев будет лежать вот в этом же фургончике. Спреи эти очень мощные. Некоторые спреи именно могут... Ну, есть там зелёный, красный и синий, если я помню. Что самое главное? Зелёный спрей, он, если я помню, вроде останавливает просто. Он не сможет вас атаковать, этот персонаж, и так далее. Другие спреи, самые от лёгкого до самого мощного. Вы поймёте, что они уже убивают ценового просто впрыскивания. Но вы можете полазить в интернете и найти сохранение, и играть лучше всего с сейвом, где пройден на 100%, и у вас откроется чуть-чуть режим, если вы хотите по-бырому пройти Silent Hill. Так, да, окей. Сейчас мы находимся на... Не знаю, что-то салта. Вот, барнили мы должны потом зайти, и давайте мы побежим налево. Мы побежим налево. Побежим уже в гостиницу. Так. Комрит опять встретили чувака. Вон, иди сюда, бля. Всё. Так, ну мы и точно полно звоночник перерезали. Давайте идём дальше. Так. Так. Хочу сказать, обязательно убивайте любого монстра, так как это будет являться на вашу стату, чтобы вы смогли пройти на 100% именно. Старайтесь получить как можно меньше урона и так далее. Это вам не просто так, Silent Hill. Тут также ещё, как видимо, мы должны набрать хорошую стату. Вот, вот я что-то подверху. Вот эти херни. Не буду, собственно, за ней бегать. Времени не надо. Мне как-то насрать на статуе, я уже Silent Hill играл в этот растоп. Итак. А, вот жучок, кстати, да-да-да. О жутке. О жутке. Вот, собственно, жук. Поймать нам его не так уж и легко будет. Не знаю, что это за жук. Жук с корабей, там... А, ещё что-то, не знаю. Так. Где этот жучок? Бегает он, где хер? Так. Давайте вам скажу. Что будет означать вот эта надпись, вот эта дверь? Это будет означать, что в игре Silent Hill есть как бы два предназначения, в которых вы будете играть за мужчину, то есть за этого Джейса. И за Марию, которая позже нам всё-таки встретится. И будет история её такова. Эта дверь будет предназначена для того, чтобы вы потом смогли выйти на улицу. Но это, если я помню, то для Марии. Это дверь. Дверь, что просыпается во тьме, ведёт в кошмар. И дверь, собственно, закрыта. Мария, если вы будете ей ходить, там будет то же самое, такое же предназначение, где вы будете бродить по всему Silent Hill, набирая на жопу приключений. И вы должны встретиться с Джеймсом, который каким-то, или Джеймсом, или там ещё кем-то, я не помню, запрётся в отеле. Вот. Мы подошли по гостинице. В гостинице нас ждут также очень большие приключения, на которых будет ещё больше хватать за жопу, наводя страх и так далее. Ну и вот, собственно, давайте подберём бутылочку. И хочу сказать, на этом моё видео оканчивается. С вами был Верикс. По поводу Silent Hill вы можете связаться со мной в ВКонтакте. Если вас, конечно, это затронула игра, и вы хотите поиграть в неё, можете обращаться. Следующее видео вы увидите в ближайшее время на моём канале на YouTube. До свидания. С вами был Верикс.